Перед вами конструкция бюстгальтера 526. Это мягкий бюстгальтер без поролона, в трендовом кружеве, еще раз повторяюсь, обратите на него внимание, он не выглядит, как оля бабушкина занавеска, а наоборот, очень хороший и рекомендованный стилистам ассоциаций профитров. На что хочу обратить ваше внимание. На самом деле эта форма не совсем подходит для Лины, потому что у Лины полнота груди сконцентрирована именно в верхней части. Но я специально так сделала для того, чтобы вам показать контраст на разных моделях, похожие формы плюс-минус, но на Кристине мы эту чашку не снимали. Но специально делаю вам акцент на детали, чтобы вы обратили на это внимание и сами увидели. И за счет того, что полнота у Лины вверху, у нее перемычка не до конца туда садится. Это я сделала абсолютно сознательно, чтобы продемонстрировать вам этот нюанс. Все-таки этот бюстгальтер больше предназначен для девушек с нижней полнотой. Но, тем не менее, посмотрите, как он все равно хорошо и красиво формирует грудь, какая у нас получается. Она достаточно округлая. Когда Лина его надела, она рассказала, какой комфортный, классный, мягкий бюстгальтер. Вы простите внимание. И здесь есть такой нюанс. Вот, знаете, такая специальная деталь, которая может быть незаметна обычным женщинам, и она будет незначительная для них. Но для вас, как для профессионалов, я хочу, чтобы вы на нее обратили внимание. Вот здесь вот этот вот подкрой, он создает дополнительное движение для ткани, для того, чтобы их собрать, выдвинуть вперед и минимизировать, скрыть вот эту вот зону. Для некоторых женщин это принципиально важно, особенно для тех, у кого полнота больше внешняя. А им хочется, чтобы было чуть-чуть, знаете, направить ее ближе в центр, чтобы не создавать дополнительный объем. Потому что, когда женщина с объемной грудью, например, будет в бюстгальтере, который имеет прямой шов, может создаваться ощущение более широкого тела. Никто из женщин оказаться шире не хочет. Все хотят выглядеть более компактно. Так вот, именно за счет этой детали, вот эта верхняя зона, она будет собираться и направляться в центр для создания более красивого декольте. Если мы с вами посмотрим на пояс, посмотрите, какой здесь широкий пояс. Это очень важно и это очень хорошо. Обращайте внимание на то, что здесь есть боковой каркас. Отслеживайте, как он садится с учетом роста клиента. Потому что болевой эффект может возникать обычно. Обычно все ориентируются на ощущение верхней части, но я по своему личному опыту могу сказать, что ориентироваться нужно и на нижний край этого каркаса. Он тоже может доставлять болевой эффект, если бюстгальтер подобран некорректно, не по росту и неправильный по объему пояса. Это важно. Корректный объем пояса – это залог хорошей поддержки и посадки бюстгальтера. Если мы посмотрим на бретели, они здесь тоже широкие, шире, чем были в размере у Кристины. И это говорит о том, что бренд отслеживает, видит этот нюанс и для более большой толпоты дает более широкую бретельку. Но и анатомически это будет более комфортно, потому что тонкая бретель на большой груди, мало того, что она быстрее вытянется, она еще и может вырезаться, когда будет идти натяжение. Здесь за счет более широкой бретельки более комфортное натяжение и прилегание к телу. И если вы посмотрите, то бретель сама по себе достаточно плотная, но комфортная. Края обработаны и сидят хорошо. Верхняя часть чашки, она эластичная. Хоть чашка и продублирована сеткой, есть вверху тонкая резинка, но тем не менее, за счет эластичной, а не жесткой сетки, может быть корректировка асимметрии и лептоза. Надо осмотреть и подбирать чашку именно по большей полноте. Это важно, потому что если мы будем подбирать по меньшей груди, то тогда на большей у нас будет создаваться эффект четырех грудей, что, я думаю, ни одна женщина не хочет. Плюс этого кружева, его гладкость, нефактурность, не будет выделяться под гладкими однотонными вещами, никак не будет себя выдавать, но при этом женщина будет знать, что на ней надето кружевное чудо. И давай посмотрим со спины. Здесь у нас точно так же пояс леотард, но он немножко здесь облегченный. Опять же повторяюсь, что здесь двухрядная застежка, на больших размерах она будет увеличиваться. Профессиональный пояс дает лучшую посадку, и я вам рекомендую отбирать бюстгальтеры на средние и большие полноты именно с кроем леотард. Этот крой позволяет скрывать вот эти вот валики, да, там кто-то из женщин очень стесняется, но при первых примерках вот эти нюансы, они допустимы. Поскольку надо дать время телу для того, чтобы, да, произошли изменения, там, эта отечность формировалась, например, не за один день, и для того, чтобы она ушла, тоже нужно, должно пройти время. Поэтому ваша работа будет служить на благо, так скажем, и внешнему виду самой женщины. Но и в целом я эту модель рекомендую и на ежедневную носку, на средние и большие полноты. Главное отслеживайте распределение груди у женщины и подбирайте согласно форме ее груди. И тогда вам гарантирована и хорошая посадка, и довольная клиентка.